Альтернативный взгляд на поражение Это значит, что веры у тебя нет И что мы просто под словом поражение У нас на самом деле мы в это понятие, как христиане, воткнули очень много всего То есть разнообразно Вот что можно назвать поражением для верующего человека Ну вот в грех впал, набухался Был, скажем так, зависимый алкоголик Уверовал Христа и потом сорвался Поражение? Ну поражение, еще что можно назвать поражением? Вырубился Что значит вырубился? А, выругался? А, ну да, то есть я думал вырубился где-то Матюкнулся, да, вот что-то там сорвался Ссора, да, вот, скандал, конфликт Это ж поражение для верующего человека Когда ты уже потерял контроль и наговорил столько всего Что еще вот мы в поражение можем вместить? Ну да, как бы это уже глобальные такие То есть поражение это что-то, где пошло что-то не так, как мы считаем правильным Да, это уже менее очевидно, но это тоже поражение То есть любой, любая вещь, которая как бы в нашем понимании уводит нас от воли Божьей Это как, ну можно сказать, для верующего человека поражение считается так Кто-то считает поражением перестать ходить в церковь Вот это, все, вот, ты потерпел поражение Или там, кто-то считает потерпеть поражение это лишиться доходов каких-то Вот, были хорошие доходы, доходы упали Опять же, я не говорю, что это так, что считают И когда мы терпим поражение, мы всегда укоряем сами себя обычно Вот я плохой, что-то я не то делаю, где-то я не там, не так себя веду Мне надо что-то с собой решать Я больше не хочу, чтобы это повторялось в моей жизни Ну то есть это вот, я пока рассказываю, обычная реакция верующего человека И Иеремия 34, давайте вот с этого начнем Иеремия жил во времена, когда из Иерусалима кружил Вавилонский царь И пророки все, кроме Иеремии, пророчествовали, что Во-первых, они пророчествовали, что царь Вавилонский не придет нападать на Израиль А Иеремия говорит, придет Потом они пророчествовали, что он не сможет победить, он не сможет одолеть Иерусалим захватить А Иеремия пророчествовал, нет, он захватит Иерусалим И всех вас заберет в плен И за это его били, за это его садили в темницу То есть он натерпелся за эти пророчества И в одном месте, опять же, очередной, 34 глава Иеремии С первого стиха Слово, которое было к Иеремии от Господа Когда Навуха Доносор, царь Вавилонский И все войско его, и все царства земные под властной руке его И все народы воевали против Иерусалима и против городов его Так говорит Господь, Бог Израилев, иди и скажи Седекии, царю Иудейскому И скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского И он сожжет его огнем Поражение? Ну то есть в войне поражение, это вот конкретно, когда ты проигрываешь бой какой-то И здесь речь идет о том, что Господь допускает поражение своему народу И там третий стих И ты не избежишь Представляете, какое слово было? Ты не избежишь от руки его, но непременно, опять же, непременно Будешь взят и предан в руки его И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского И уста его будут говорить к твоим устам, и пойдешь в Вавилон Вот такое слово Два момента Ты не избежишь, и ты непременно будешь Вот Уведен в Вавилон, встретишься с царем Вавилонским Царь Вавилонский, это для нас поражение Это то, с чем мы не хотим никогда встречаться То есть быть в плену у Вавилона У царя Вавилонского, это значит потерпеть поражение Но в данном случае здесь даже не было каких-то альтернатив Тут не было сказано, покайтесь И тогда вы избежите этого То есть ситуация была в таком вот ракурсе уже развита, что ты не можешь избежать этого поражения Что бы ты ни делал сейчас Да, ты можешь что-то начать делать Это может что-то смягчить, изменить Но Главное произойдет Ты уйдешь в Вавилон Плененный Глаза твои увидят непременно Глаза царя Вавилонского И ты не избежишь этого И у меня был такой момент один раз давно уже, слава Богу, в жизни О котором я его не понял сразу тогда Но вот сейчас уже в свете этой темы очень к месту Я помню, когда... Ну вот как мы расцениваем Перед тем, как потерпеть поражение, приходит искушение То есть что-то нас провоцирует на какие-то поступки И мы-то же понимаем, к чему идет То есть начинается ссора И мы понимаем, к чему это сейчас может пойти Захотелось выпить То есть еще не выпил Еще трезвый, еще не укололся Еще не матюкался Еще не грешил, еще не делал Но уже желание есть Искушение началось И в этот момент мы понимаем, что мы сейчас можем Или впасть в искушение Или победить его Соответственно мы будем или в поражении, или в победе И вот был момент, когда перед определенными событиями Плохими, негативными Вот есть украинское слово такое Сейчас я его вспомню Нагоразды Знаете такое? Нагоразды То есть это и как и поражение, и неприятности И какие-то проблемы Это все вот в одном слове И незадолго до вот этих вот нагораздов в моей жизни Я уже понимал, что они могут случиться И я молился И молясь, я услышал от Бога Ты должен это пройти Что пройти? Потерпеть поражение Бог сказал это мне И я Ну я вначале не понял, как это Нас всегда учили, что нет Только это плохое исповедание Это плохая вера Но я знал Божий голос И я знал, что это сказал мне Господь Ты должен это пройти И я это прошел в итоге И вот сейчас я могу сказать точно Что есть ошибки Что есть ошибки Которые ты просто не можешь Не совершить в жизни Они прописаны в ДНК Твоей жизни Сам факт того, что человек Сотворенный Богом Согрешил уже в первом поколении Своей жизни Уже в третьей главе книги Бытие мы видим согрешение человека Он говорит о том, что Вот сейчас я скажу эту вещь Которую почему-то не говорят Но она очевидна Вот вопрос там Было ли греха падением Частью Божьего замысла? Конечно было Не могло, но произойти Вне замысла Божьего Я сегодня читал римлянам Всех Бог заключил вне послушания Чтобы всех помиловать Об этом стоит задуматься Он мог бы нас просто лишить возможности Падать Терпеть поражение Совершать ошибки И нагораздо иметь в жизни Но вместо этого Он не вмешался Когда Адам с Евой Не послушались его И взяли плод, дерево Познание Добра и зла Я могу сказать Что именно благодаря этим ошибкам Ты станешь тем Кем Отец сотворил тебя Быть для вечности Именно этим поражением Ошибкам Благодаря этим нагораздам Мы становимся Теми Кем мы сотворены Быть Когда мы смотрим На любого человека Мы из себя что представляем Мы результат наших побед И поражений О победах Все понятно Это приятная штука Когда ты победил в искушении Когда ты не выругался Не напился Не вспылил Не позавидовал То есть Когда ты прошел испытание И ты как себя чувствуешь В этот момент Да я хорош на самом деле Аллилуйя Вот это я дал Мне есть чем гордиться Я бы мог Но я не сделал Красавчик же И если бы наша жизнь Состояла из одних побед Догадайтесь Что бы нас ждало впереди Гордыня Вот такая вот Мы бы ослепли От славы своей Но что помогают Поражения Вот эти прописанные В нашем ДНК Поражения Знаете Когда я это создал Мне стало понятнее Многие процессы В моей жизни Происходящие Что есть ошибки Запланированные Богом Которые мы Не можем Не совершить И что мне теперь В это Нет Нет Они сами нас найдут Их не надо искать Это ни в коем случае Не оправдание Греховного образа жизни Есть люди Которые Могут взять Это слово И начнут О значит Это все прописано Я буду грешить Меня не за что судить Речь не о том С искренней Бог поступает Искренне Если сердце Человека Предано Господу То все его Вот эти ошибки Содействуют Ко благу И к познанию Бога А если человек Лукавый И он себе Ищет повод Погрешить Вот с Бог С лукавым По лукавству И поступит И в конце Такой человек Услышит Отойди от меня Я не знаю тебя Поэтому Если мое сердце Искренне Чисто И предано Господу И я не пытаюсь Его обмануть То любые мои Поражения Будут обращены Во благо В итоге Что я вижу Именно Вот эти поражения Помогали Мне лично Первое Что происходит После поражения Мы смиряемся Ну человек Я имею ввиду Искренний Преданный Господу Он понимает Что он сделал И он Начинает Смиряться А чем Гордиться Когда ты Не прошел Испытания Гордиться Нечем Когда ты Получил Неут Неут Двойку На экзамене Чем тут Гордиться Мы не идем С двойкой Не показываем Всем Смотрите Пятерочки Да Мы любим Показать Посмотрите Я помню У меня хорошая Память Я в школе Учил Когда задавали Часть поэмы Я учил Всю поэму Всегда Ну то есть Там Восем Один лист Задавали А я учил Пять-шесть Листов Ну всю Ее выучил Валя Валентина Помните Белая палата И Когда Я И еще Было Пару человек В классе Тоже с такой Памятью И когда Мы рассказывали Всю Нам ставили Я помню Три пятерки Рядом То есть Пять 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 И в журнал Шли Три пятерки Я помню Что вот это Показать Хотелось Всем Вы видели А если Было бы Три двойки Ох Двойки Мы старались Стирать Как-то Прятать Поэтому Начинаешь Смиряться Именно Поражения Помогают Помнить Мне Кто я Такой И кто Он И почему Я имею То что Имею Это не потому Потому что Я такой Святой И победитель Приходит Зависимость От Бога И от Его Благодати Если Я буду Только Побеждать Я начну Легко Надеяться На себя Пойду Я Как и Прежде С Этой Силою Моею Помните Как Самсон С Этой Силою Моею А не Знал Что Отошел От него Дух Святой И силы Нет Когда Попадаешь В поражение Ты Видишь Себя Без Иллюзий Ты Видишь Что Все В твоей Жизни Вот Это Победоносное Славное Это Господь А Все На Что Ты Способен Это Грешить И Поэтому Приходит Зависимость От Благодати Господи Если ты Не пойдешь С нами Все Напрасно Что Еще Нас Учат Поражения Учиться Они Помогают Нам Научиться Сострадать И Прощать Кто Не был Прощен Он И Прощать Не Умеет Кто Сам Не Попадал В Беду Он Не Может Сострадать Человеку Кто Сам Не Падал Он Никогда Не Сможет Ну Может Быть И Сможет Но Много Любит И Никуда Не Деться От Этого Это Иисус Сказал Что Еще Помогают Поражения Они Помогают Проводить Инвентаризацию Жизни И Убирать Из Него Все Лишнее Пока В Жизни Все Хорошо Мы Начинаем Обрастать Лишним Людьми Лишними Вокруг Себя Вокруг Победителей Всегда Вьются Толпы Видели Вот Эти Все Чемпионы Там Звезды Шоу Бизнеса Люди Бизнесмены Богачи Политики Вот Пока Он Наверху Вокруг Него Куча Друзей Так Называемых Но Стоит Потерять Все И Нету И Вот Возле Служителей Тоже Такие Процессы Происходят Пока Он В Помазании В Победе Вокруг Ему Ходят Пастор 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 Какой Ты Помазанный Поют Песни Но Стоит Ему Оступиться И Он Начинает Видеть Кто Есть Кто На Самом Деле Где Те Которых Бог Поставил Рядом С Поражений Убирать Из жизни Все Лишнее Очень Помогают Потрясения И Падения Вот Такие Что Еще Делали Эти Поражения В моей Жизни Они Делали Мое Сердце Лучше Добрее Мягче Потому Что Гордость Делает Сердце Жестким Гордость Она Толкает Людей На Убийства В том Числе Духовные Убийства Ненавидящий Брата Это Как Убийца И В В итоге Сердце Становилось Чище Чище Бывает Такое Что В бутылке Уже Бурда Какая-то Что Надо Делать Вылить Все С нее Вылить Очистить Сосуд Потому Что Когда Там Уже Заварилась Бурда Уже Тяжело Отделить Одно Поэтому Все Выливается И Вот Эти Поражения Они Как Раз Время Переливания Когда Наше Сердце Очищается И Мы Можем Наполниться Чистотой Божьей Что Еще Делали Еще Одна Грань Именно Поражения Открывали Мне Те Грани Бога Которые Я Не Видел Пока Был На Коне Именно В Поражениях Я Познавал Бога Так Как Я Не Мог Его Познать Не Было Возможности Пока Я На Коне Сидел С Высоко Поднятой Головой Я Его Не Знал С С Старой Но Благодаря Этим Это Такое Ты Зашел В Долину Смертной Тени Ты Вышел С Нее Но Ты Вынес Оттуда Что С Этой Долины Зависимость От Бога Благодарность Богу Заземление От Гордости От Того Чтобы Не Начать О Себе Думать Что Я Тут Источник Помазания И Движения Где Я Там Движение Духа Не Буду Я На Служении Дух Святой Не Будет Двигаться Это Гордость И Это Многих Служителей Покосило Поэтому Когда Мы Видим Служителя Упавшего Возможно Это Милость Божья Для Его Жизни Чтобы Спасти Его Душу Одни Из Самых Сильных Откровений Которые Я Выносил В Своей Жизни Они Были Вынесены Из Поражений Почему То Именно Когда Ты Сломлен Надломлен Ты Открыт Для Чего-то Великого От Бога Когда Уходит Самоуверенность Когда Уходит Самоправедность Когда Я Знаю Знаете Когда Ты Все В Победе Приходит Такое Лживое Чувство Да Бог Должен Просто Меня Использовать Он Просто Обязан Потому Что Я Такой Не Может Быть Это Тоже Гордыня Но Когда Я Сломлен И Бог Мне Ничего Не Должен Я Ничего Не Требую Почему Я Открыт Для Получения Глубоких Откровений Божьих Также Именно Поражения Помогали Мне Открывали Мне Духовный Мир В глубине Очень Часто Я знаю Что Многие Бы Вещи Духовного Мира Я Сегодня Бо Не Знал Если Я Только Побеждал В жизни Никогда Не Терпел Поражений Иногда Поражения Забрасывают Нас В такую Глубину Тьмы Куда В Здравом Рассудке Ты Никогда Не Попадешь И Попав Туда Ты Можешь Столкнуться С такими Зверями И Выйдя Оттуда Понимаешь С чем Ты Имеешь Дело В Итоге В конце Концов Эти Поражения Делали Меня Мудрее И Сильнее В итоге На Сегодняшний День Поэтому Сегодняшний День Я Из Себя Представляю Плод Не Только Побед Но И Поражений Я Знаю Что Вычеркни Сейчас Из Моей Жизни Все Поражения Которые Я Потерпел И Сегодня Не Было Бо Этого Служителя Не Было Бо Меня Я Бо Где Где-то Было Что-то Делал Но Я Точно Не Был Там Где Я Нахожусь Сейчас Вычеркните Из вашей Жизни Все Поражения И Чтобы Все Было Гладенько Ровненько И Ни Одной Ошибочке В Жизни И Где Бы Мы Оказались Возможно Бы Там Где Оказался Люцифер В итоге Что От Своей Красоты Пришла Гордость Вот Так Вот Поэтому Есть Вещи Которые Мы Должны Пройти Нравятся Они Нам Или Нет Есть Вещи Которые Мы Если Не Пройдем Никогда Не Станем Тем Кем Нас Бог Призвал Быть Искать Этого Не Надо Ходить Искать Не Надо Оно Само Нас Найдет Но Когда Мы Попадаем В Это Не Конец Поражение Это Не Конец Вот Что Религия Говорила Сделай Только Одну Ошибку И Это Конец Для Тебя Слышите Как Учила Религия Допусти Только Одну Ошибку И Бог С тобой Закончил И больше Он с тобой Не будет Иметь Дела Помните Вот Недавно Вспоминали Нам Господь Он дал Вот Такой Блокнот В котором Ну Как Вот Как Эти Кредитные Чеки И Там Было Написано Право На Ошибку Он Нам Дал Церкви В духе То есть Такую Все Решить Все равно Бог Спасет А Искреннее Сердце Воздаст Славу Богу И Господь Спасибо Тебе Что даже Мои ошибки В итоге Ведут Меня К Тебе Потому Что Это То Чего Я Желаю Всем Сердцем Когда Умножился Грех Что Произошло Стало Призабиловать Благодать Когда Умножился Грех Стало То есть До этого Она Не могла Стало Призабиловать Благодать А Бог Есть Бог Благодати Благодать Это Одна Из Завета В похвалу Бог Призвал Нас В похвалу Славы Благодати Своей Аминь Помолимся Ох Фраба Катаре Бесентей Господь Я молюсь Сейчас За тех Людей Которые Проходят Свои Долины Смертной Тени Свои Поражения Я молюсь Чтобы В этих В этих Обстоятельствах Не религия Не дух Смерти Не клеветник Они не могли Загнобить Этих Людей Оставить В этих Долинах Надолго Я молюсь Чтобы Твой Дух Святой Дух Радости Дух Премудрости Дух Крепости Дух Откровения Он поднял Этих Людей И провел Их Через эти Долины Поражений Долины Преткновений И они Вышли Чище Они Вынесли Оттуда Сокровища Которые Были Сокрыты Чтобы сердца Твоего народа Они Не ожесточались И чтобы Не было места Гордыни Но как написано Все Содействует Ко благо Тем Кто любит Тебя И призван По твоему Изволению Мы молимся Господь И мы благословляем Твое тело Твою церковь Твою невесту Мы призываем Дух крепости Мы призываем Дух силы Дух любви Дух целомудрия Пусть приходит Победа Над каждым грехом Победа Над каждым Искушением Победа Над любой Зависимостью Не от тебя Победа Над похотью Пусть приходит Твое торжество Во всякую битву Где Твой народ Терпел поражение Но и в наших немощах Являй силу Свою Господь Восстань В своей силе Господь Покажи Себя Сильным В нас Пусть Твой Дух Давида Поднимется В каждом Перед кем Стоят Эти Голиафы Господь Слава Тебе Всемогущий Слава Тебе Вседержитель Слава Тебе Святой Бог Слава Тебе Слава Тебе Господь Аминь 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 Да Вот этот момент Что ты не боишься Потерпеть поражение А когда человек боится То есть Чем религия держала Что ты Вот отступишься Один раз И тебе все двери Закрыты В жизни В церкви Там В служении И когда ты боишься Сделать ошибку Человек перестает двигаться Развиваться Он просто стоит на месте А когда человек сделал Он поднялся И он двигается дальше Я знаю Что я иду к Богу И у Бога Вот как Песня эта И это подтверждается И это подтверждается Жизнь Не только словами То тогда Ты не боишься Идти в неизведанное Даже если Где-то и ошибешься И потерпишь поражение Ты встанешь И пойдешь дальше Страх 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 Да Ты же не знаешь Что делать при этом Ну например Что-то произошло Ты не знаешь Что делать Как подниматься А там просто Да Вот мы говорим Ты подпокаялся Пошел Ставь Нормально относиться А если он будет знать Что церковь Это место Где мне помогут Подняться Реабилитироваться И восстановиться Ну если Бог Есть Бог Наше оправдание То как может быть Церковь Мое осуждение Да Бог Мое оправдание А церковь Мое осуждение Это значит Что-то не та Неправильно Когда ты знаешь Как это проходится Ты можешь Поделиться Да С другими этим И помочь им Это пройти Потому что ты сам Этот путь прошел Как он Вот Тоже в послании Говорит Бог утешающий нас Во всякой скорби нашей Чтобы мы могли Утешать других Находящихся В таких же скорбях Этим утешением Да Ну в общем Видите Вот такой вот Именно Ракурс Что Что самое интересное Что те Кто яро проповедовали Что Вот Как бы Часто вот выясняется Что кто там Больше всех Против Гомосексуализма Топит Сам Проблемы с этим Какие-то имеют Вот есть вот Пастора Они как бы Против какого-то Греха Именно А почему Потому что у них У самих Проблемы с этим Есть И они Они так же Грешат Просто Это все Так Прячется Но они Обличают Других За эти грехи Поэтому Я что могу Сказать Я знаю Что все Мы много Согрешаем Но у нас Есть Ходатай Перед Отцом Вот то Что написано В слове И там Делать вид Что я Такой Супермен Христианский Никогда Никаких ошибок Не допускаю Это не повод К распутству Конечно написано Что кто-то Благодать В повод К распутству Но этот человек Лукавый Он себе Сам приговор Уже подписал Но если мы Действительно Ну Как вот Вцепились в Бога То все Будет содействовать Ко благу В итоге В итоге Так дело в том Что Человек Боясь Получить Ну Допустим Как боксеры Да Я не хочу Чтобы мне Кто-то Внес увечья И они просто Не выходят Даже в ринг И всю жизнь Они долбят Грушу Которую Не дают сдачи В итоге Один уже Стал там Мастером спорта Другой стал Кандидатом Мастера спорта А кто-то До сих пор Долбит грушу И все Зато говорит У меня Ни одного перелома У меня все Зубы на месте У меня все Вот в жизни И ты никто То есть Ты ноль Как боксер Да А зато Знаете Как я могу Бить грушу А христианство Настоящее Оно на ринге Там где Тоже ты получаешь И где Носы ломают И зубы выбивают В битве Но зато Потом ты идешь Дальше Да От веры в веру В начале Ты кто Там Какие звания Там Первая степень Там какая-то Вторая Не Я имею в виду Вот эти Разряды Первый разряд Потом ты Кандидат Мастера спорта Потом мастер спорта Потом мастер спорта Международного класса То есть Вот высшее А потом уже Олимпийские чемпионы То есть Самые Высокые Вот в царстве божьем Я тоже думаю Что-то подобное Пока у тебя Нету Разряда Ты никогда не будешь Чемпионом мира Не сможет У тебя Не допущен Ты будешь За то Что я хорошо Бил грушу В зале Посмотрите А вообще Мне кажется Сейчас Столько Доверил нам Стоять На моменте Вот это Знаете Как была Какая-то Стена Построена Теологическая Никто даже Помыслить не мог Что может быть Как-то по-другому А мы сейчас Стоим В этом разломе И расширяем Вот эти Границы Бог показывает Что он Больше Чем Вот этот Вот Что мы Церковь Очертила Себе Вот хорошо Только то Что внутри Вне Это все От дьявола Все бесы И там Если ты туда Сунешься Станешь сразу Одержимым Или умрешь От рака А Бог Показывает Что он намного Шире Сойду ли в Преисподнюю И там ты Геша пел Тяжелый дар Держать удар Это он Кто Пропускал Много Он умеет Держать удар Его не шокирует Эти потрясения Когда его бьют Потому что Первые Первые Разы Когда меня поставили Вот Футбол Американский В линию И когда там Один разбегался Бил меня Сильно И мне Помню У меня аж плохо У меня звездочки Были Потому что для меня Это было Странное ощущение В нормальной жизни Я никогда не переживал Этих сотрясений И соответственно У меня аж плохо Было Аж тошнило Потому что такие Микросотрясения Но когда ты со временем Начинаешь к этому привыкать Ты уже не реагируешь на это Более того Ты не получаешь Этот ущерб Вот из-за того Что ты Не знаю Все тело Оно как черепаха Становится Такой Отскочил То есть И по крайней мере Эти вещи Тебя не выносят Ты не выходишь из строя Да Ты не выходишь из строя Ты продолжаешь Это нормально То есть Что-то Поэтому как Я смотрел какой-то сейчас Бой На кулаках Там сейчас новая тема И одному Он забыл капу одеть Так увлекся Ему выбили зуб А он победил Он стоит С выбитым зубом Да ладно Такое Да давай найдем Может там вставим Да То есть Когда человек боец Для него это вообще Он даже бы Если бы не обратили внимания Он бы и не застрял Ну выбили Выбили Для бойца Это нормальная Часть жизни Это тоже психологическая тема Вырубает Отсюда видишь Человек который уже получал много Он и держит лучше этот удар То есть он привыкает к этому Поэтому Когда-то у нас было Тяжелый период такой наступил Я Богу задал вопрос Господи Ну когда это закончится уже полоса Он говорит Нет Она не закончится Вы адаптируйтесь к ней Вы научитесь жить в этой полосе То есть уже Это не просто ты зашел и вышел Я понял Что вот это у нас ведет От силы в силу Для чего нам сила Если нам Мы вот так всех побеждаем Конечно Если я там Начну играть с детьми Да В американский футбол Я их буду легко побеждать Но когда я расту То есть Соответственно Враги тоже Помните Есть поговорка У американцев New level New devil То есть новый уровень И побольше дьявол И там Лазит Ну и награда больше И трофеи больше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому